ПЕСНЯ Мы все созданы с одной глиной. Вот эта глина, которая там. И говорит, у кого-то, если пальчик заболит, рядом люди должны эту боль почувствовать. А если они не чувствуют... Вот я знаю фарси язык отлично, но арабский я не знаю. А язык религий – это арабский. Изначально Коран написан на арабском языке. И потом переведено на много других языков. И тогда вот здесь был этот гувернатор, который девять мечетей построил. Но потом начались войны между Россией и Иран. Разломиваются наши церкви. И восемь остальных мечетей были полностью сравнены с землей. Она осталась ради того, что один наш великий армянский поэт по имени Чаренц, может быть, слышали? Это самый великий армянский поэт, который переименовал мечеть в музей истории Армении. И в качестве музея она прожила до 1995 года. И тогда уже, значит, мастера, специалисты прибыли и реставрировали мечеть. С тех пор она, да, действующая мечеть. Сюда приходит молла, здесь часть мужская, туда дальше часть женская. Туристов разрешают только вот сюда. А Иран полностью швейди. Они вот берут эти камушки. Каждый рисунок как бы символизирует мечеть, видите? Это ставят этот лоб на макушку. А вот они, я не могу наниматься, у меня коллега болит. Куда ставите? Вот наверхушку? Да, да. Они, нагибавшись, лобом прикасаются к камушку. И в этом направлении идет молитва вот к ниши. Ниша ведет к Мэгги. Я сейчас хочу сказать, когда я родилась, там был шах Пехлевин. Династия Пехлевин. Последняя династия. Последняя династия. Ну, вы снимайте мой разговор. Ну, если вы не против. Я не против, нет. Это наоборот. Я с удовольствием делюсь с моими, которые вот приезжают. Не знаю, дальше что будет, не знаю, но я делюсь. А вы в каком году из Ирана? В 79-м, когда революция случилась? Раньше? Я там была. Я была. Я и во время войны была, когда Ирак и Иран воевали. А-а-а. Я и это видела там. О-о-о. Я тяжелые времена прошла, знаете, дорогой мой. Очень тяжелые времена. И там война. Я от войны хотела спасать семью. То есть мама моя очень хотела сюда, в эту сторону. Она сама из России была. И все ее тянуло сюда. Вот. И она, конечно, нас всех притащила обратно сюда, в Армению. Но и здесь война началась. Якобы мы спасались с одной войны. И здесь потом война, землетрясение. Все вместе. Все выдержало. Что-то страшное помните? Вот 79-й год революции, когда вы ранен были. Страшно. Какой-то момент. Все было страшно. Все. Все кричат, все орут. Революция, кровь. Всюду. Ну, мы припрятаны были где-то. Мы, конечно, армяне не участвовали в этих переполохах. Очень страшно. А народ на тот момент Хуми и не поддерживал? На самом деле? Вы знаете, народ в Иране, две прослойки народом есть. Одна вот немножко ниже классов, они более религиозные. А те светские, которые вот окружение царя, вот музыканты, певцы. Во-первых, моя мама была пианисткой. Она работала, она концерты давала, она класс имели мы дома. Вдруг запретили музыку совершенно. И закрылась у неё работа. Запретили пение, танцы до сих пор запрещены для женщин. И тогда уже мы, значит, решили переехать сюда. Ну, и здесь трудности свои, и здесь война, и здесь землетрясения видели. И сейчас до сих пор идёт война. Ну, что вам сказать. Вы видите, читайте, пять тысяч только молодых парней похоронены там. И 10-15 тысяч инвалидов остались. Это же всё традиция. А скажите, Лена, а если бы у вас сейчас была возможность, где бы вы всё-таки захотели жить? Я с удовольствием в Иран. Я люблю Восток, я люблю Иран. Иран свой город, конечно, ностальгия у меня большая. Но жить, конечно, жить в смысле, кто? Кто должен меня держать там? Там у нас уже всё кончено, закрыто. Дома нет. Ну, какие-то родственники остались. Как я могу сейчас там очутиться? Но если бы была возможность, вы всё-таки в Тегеран вернули, да? Да, в Тегеран я любила. А вы поезжайте посмотреть. А вы там родились, прямо в Тегеране, да? Да, да. Я там родилась. Это вы почти... Это когда? Это конец сороковых годов? Это я родилась в 43-й год. А, вы прямо на Тегеранскую конференцию родились в тот год? Да, Тегеранская конференция. Да, да, да. Знаменитая Тегеранская конференция. Сталин, Черчилль и этот... Рузвельт. Я видела эту комнату, где они встретились. А там как музей сейчас, да, сделано? Или просто? Нет, не для всех. Моя мама преподавала детям посла советского. Ну, это все было, конечно, в закрытом виде, потому что все-таки во время царя заходить в посольство это не шутка была. Он все разрушал, кроме... Здесь никого нет. Кроме, чтобы не было что-то советское. Угу. Все разрушалось абсолютно. Но если... Ну, мама моя в виде преподавателя, она ходила туда. И она меня взяла, показала эту комнату, вот этот круглый стол, большая комната советского посольства. Очень красивое здание прямо в центре Дегерана. Я даже была на день похоронах Сталина, когда люди шли в посольство. Ну, мне сколько? Десять лет мне было. Пятьдесят третий год. Угу. У меня даже фотокарточка дома есть. Я маленькая девочка, и мама меня поставила вот рядом с его портретом. Женщина была моя мама, знаете, она идеально все представляла. Но не знала, что это все не так. Она обманулась. И нас всех обманулась. То есть она в советскую идею верила, да? Очень сильно. В то поколение, да, но сильно. Сильно верила, сильно. Угу. Она только этими жила. А когда приехали и столкнулась с настоящей жизнью, через некоторое время она ослепла на почве обиды этой страшной. И вообще, когда у человека одна идея и вера к этому, и видишь совсем противоположную. Вот так. Вот так. А мне потом пришлось держать десять лет слепую мать и детей. Ее отец был иранский армянин коренной, который, значит, тогда раньше приезжали вот в Грузию, в Россию, в Ростов много ехали. Эти, купцы. Он был богатым человеком. Он приехал в Тбилиси, в Грузию, там встретил бабушку мою. Она очень красивая была. Женщины, они поженились. Армянка? Она наполовину русская была, да. У меня тоже есть. Там, значит, они жили, дети там выросли. А он разъезжал. Ехал и обратно. Их держал там, где они хотят. Они не хотели тогда в Иран. А, значит, в какое-то время перед войной, это уже по рассказам мамы, я вам говорю. Перед войной, значит, был приказ Сталина, все иностранные, и равноподанные, должны покинуть СССР. Вот это был 1937 год. И тогда очень много армян из Ростова, Ленинграда, Грузии, Баку, они все переехали в Иран. Мама моя рассказывала, я, говорит, приехала без языка, они языка же не знали. Ну, так как была работа ее по музыке, она кое-как выкарабкалась. Ну, потом концерты, потом музыка тогда в Иране очень ценилась. Очень мало было пианистов, музыкантов, культура вообще. Всю культуру, можно сказать, армяне провезли в Иран. Это чтобы вы знали. Были хорошие певцы, художники. Все они же здесь образованные, уже готовые приехали. Вот так. А потом, а потом, а потом я родилась. А потом опять заставили всех приехать. А потом заставили... Нет, это уже по желанию моей мамы. Она всю семью привезла сюда. Ну, лет тому назад это все происходило. Было интересно. Правда? Детки? Даже молодежи интересно. Что ты говоришь? Нету. Ну, я очень много вам рассказала. Ну, я была одна в семье. Естественно, все внимание было на мое обучение. Мама меня все время звала ко мне педагогов. И однажды у меня с математикой было очень плохо. Однажды мама привела у педагога физики. И физику я не понимала. И до сих пор ничего не понимаю. Она ему заплатила, значит, за месяц, пожалуйста, садитесь. А сама ушла рядом комната, ее класс. Он пришел, один час посидел, ушел. На второй урок пришел. Все равно ничего не понимаю. Что мне делать? Потом он начал стенку стучать. Ну, тогда телефонов не было. Вызывает маму. Представляете? Он вернул деньги и сказал, я больше не буду. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok